В этот раз едем на Воксхоле, он же Opel Insignia, черный, побольше, чем Golf. На всякий случай осмотрим. Точило, конечно, помоднявее будет кольфа. Посмотрим, как оно в дороге себя будет вести. Вот такая вот телега черная. Сейчас камеру настрою и поедем. Вот и везет меня черный Opel Insignia по английским дорогам. Нордгемптон. Машина сразу, можно сказать, крутоватая. Столько тут всякого разного есть. Тут и радар, и контроль полосы. То есть, если я приближаюсь к машине, она начинает что-то там блымкать. Потом контроль слепых зон. Если сзади кто-то обгоняет, у меня в зеркалах блымкать начинает. В общем, такая прикольная машина. С навигацией, конечно, с круизом, который я не знаю, как включить, но уже как бы и не особо надо. Погодка неплохая, дорога ровная. С утра вообще солнышко было, сейчас, смотрю, стало хмуриться. Ну, едем. Уже недалеко осталось. 26 миль. 27 минут езды. Дороги очень ровненькие везде. Ремонты можно видеть по краям дорог. Постоянно что-то ремонтируют. Экскаваторы стоят. Прочие дорожные машины. Да, дороги, конечно, в Великобритании, это отдельный разговор. Аккуратно все. Еду я не быстро. Вот 64 мили скорость. Ну, это где-то сотня. Назад буду ехать. Скорее всего, уже будет идти дождь. Ограничение 50. Это не километров. Это 50 миль. В общем, так себе. Неплохо перемещаемся. Гораздо удобнее ехать, кто бы что ни говорил, на машине, взятой в аренду, чем на автобусе. Во-первых, быстрее в разы. Комфорта ничуть не меньше. Ну, и по деньгам примерно то же самое выходит. Спросил, сколько стоит на такси съездить в Рожден. Сказали 230 гривен. О, не гривен, конечно, а фунтов. 230 фунтов в одну сторону. То есть, 460 фунтов туда-обратно. Кругом бегом чуть больше 500 долларов. Ну, нормально так себе за дорогу в 200 километров в один конец. 400, считай, туда-обратно. 500 фунтов, хлоп, вынь да положь. Ну, так. Страна не дешевая. Не знаю, сколько этот Opel будет у меня кушать. Едет он, конечно, приятно. Машина свежая. Сколько съезд бензина, посмотрим на заправки. Пока вот так. Продолжаем видеорепортаж о перемещении по дорогам Великобритании на арендованном автомобиле Opel in Sydney. Здесь, конечно, он называется Voxholm. Вот. И так я выехал на дорогу А45 и ехать мне по ней 112 миль. Просто шикарный маршрут, потому что не надо никуда сворачивать. И так по ней шуруешь и себе хорошо доедешь до аэропорта. Дождик вроде маленько сошел. Солнышко выходит. Но это дорога, это не дорога, а это погода в Великобритании. Такая, что все может измениться буквально очень скоро. Скорость у меня 56 миль. Это где-то 90. Нормально себе так еду. И все хорошо. Виднеется немножко. Разгуливается погодка. В общем, дорога ровная. Это не небольшой автобан. Она меня куда-то завела какими-то короткими путями. Встроенная в Opel навигация. Нормально. Народу мало. Дороги хорошие. Короче, все в порядке. Так и будем ехать. Вот я еду по трассе М1. Она идет из Лондона на север. Я уже еду назад, возвращаюсь. Вот так немножко разогнался. 75 миль еду. Можно видеть, насколько хорошая дорога. Качественные ограничения пока не висят. Вот подъезжаю к такой перетяжке через дорогу. На ней черные экраны. Когда необходимо загорается ограничение скорости. Ну и тогда надо уже снижать. Сейчас ограничения не висят. Поэтому топим. 75 где-то 130 км в час. Так себе нормально. Едем в правом ряду. Там где скоростные машины. Погодка то портится, то улучшается. Трудно сказать. Это Великобритания. Поэтому здесь как бы ничему удивляться не надо. Дорога ровная. Можно ехать. Все хорошо. Ну а дождик это сопутствующая, скажем так. Английская погода. Ничего страшного. Для Великобритании это нормально. С учетом того, что сегодня 12 ноября. И это середина осени. Даже как-то тепло. На удивление. Хоть думалось будет холодней. Такая вот обстановка дорожная на английских трассах. Вот сейчас 12 часов 15 минут. Такое ощущение, что вечер. Настолько пасмурная погода наступила. Прямо вот как-то так налезли облака. И сразу стало темно. Как будто вечер. Такая вот английская погода. С учетом того, что сейчас ровно середина дня. Белый день должен быть. Вон вы видите какие тучи. И совершенно вечернее состояние. Дороги тем не менее от этого хуже не стали. Немножко моросит какой-то. Даже дождиком трудно назвать. Небольшая такая морось. Сыпет что-то такое. А дороги ровные, хорошие. Поэтому на нее можно внимания особого не обращать. Немного покажу трафика. Дождливую английскую погоду. По большому автобану М25. Вот так вот на Гатвик я еду. Дождик. Такой себе идет. Ну не сказать, что сильный, но и не слабый. Дождик. Дождик не прекращается. Мне осталось ехать 32 мили. Это где-то около 50 километров. Полчаса показывает. Дождь идет. Появилось ограничение скорости. Вон виднеются знаки ограничения скорости. Чуть-чуть избавляемся. Хотя тут вообще непонятно. 30 миль едем. 60 ограничений. Пробочка образовывается. Точнее тянучка. Вот такое. Состояние дождливое. Возможно поэтому. Может что-то впереди не так. Фуры здесь тулятся со всех сторон. Возможно. Что-то. Продолжение следует. Продолжение следует. В 3-4-5-мила. Уже совсем недалеко осталось О, вертолет летает Сверху видно вертолет Странная какая-то ситуация Ливеняка льет А на дорогах нет ограничений Сняты ограничения Все ломятся как слепые лошади И если едешь чуть правее Тебя плымают, чтобы ты свалил Со скоростного ряда Совершенно нереальная какая-то у нас ситуация Дорога вся затянута дымкой Идет дождь Народ 120-130 валит Ну как-то вот такие у них дорожные условия Мне по этой дороге еще 15 миль Потом будет какой-нибудь разъезд Уже неподалеку Всего 23 мили от аэропорта Такая вот дорога без ограничений Несмотря на дождь Нигде не горят ограничительные знаки По скорости все темные Пожалуйста, шуруйте Насколько у вас хватит нервов У нас нервов хватает Поэтому 68 миль Где-то до 120, чуть меньше Топим Эта дорога на бетонку похожа Поэтому как-то так шумит Тем не менее Никак не бьет Ровненько едет Около 6 километров до аэропорта Дождь продолжается Дорога стала чуть поуже Но качество ее не ухудшилось Время 20 минут второго День Но пасмурно Мрачно Похоже на вечер Подъезжаю Сейчас заеду на заправку Долью Сожрало почти пол бака Вон, видно Машинка прожорливая Комфортнее, конечно Чем Форд Сиеста Но Насчет прожорливости Значительно больше, конечно Заехал на заправку Возле аэропорта На Шиаловскую Заправился Прикупил немного Перекуса И теперь Буду выдвигаться В сторону места Сдачи автомобиля Все, я приехал Запарковался Без особых происшествий Точнее, вообще без происшествий Все в порядке Два часа дня Я Пойду сейчас Отдам ключи Покажу машинку еще раз Как она выглядит Она выглядит Совершенно круто Такой себе Для Opel Даже как бы много Как бы я сказал Вот такая вот Инсигния Вполне такой себе Приличный автомобильчик И внешне хорошо Приехал в аэропорт Все Сейчас здесь Вот это Паркинг Этой компании Все прекрасно Сдаю машину И поехали домой Это южный терминал Аэропорта Гатвик Он уже Наряжают Рождественскую елку Готовится Время к часу ночи Поэтому пусто Такой себе Пустотелый терминал А вот это блок отель В котором я ночевал Очень удобно Прям в терминале Возле выхода Вышел Вот ты уже в отеле Так же и отправляться Удобно Раз Все Уже открылось На посадку Ворота Пойдем